Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я остался без Никиты. Вчера отправили его в Потеряевку с батюшкой и с Виктором. Виктор тот задавал экзамены в семинарии, в сессии у них была. И нынче невиданной толщины покров снежный. За 25 лет, как Потеряевку начали восстанавливать, даже не помню. Но раньше, когда Потеряевка была, то было так. Только с крыши, там полметра, наверное, или больше, батюшка вчера говорил, два раза приходилось сбрасывать. Ну вот, отправили его. Теперь я сам буду насчитывать, смотреть. Мы озвучиваем занятия, которые были с 91-го года в Потеряевке, когда начали восстанавливать ее, по воскресеньям. Занятия тематические. Вот какое-то событие случится, я его объясняю на основании четырех параметров. Что Библия говорит, каноны, что об этом говорят святые отцы и жития святых. И вот что-то было, или украли, или что-то, всякое было. Называется эта тема охрана. Теперь я сам буду насчитывать. Что говорит об этом священное писание и жития святых? Это слово охрана. В разных словах встречается в Библии 291 раз. Адам в районе имел две специальности, данные ему от Бога земледелец и хранитель. Вот я сказал, и сразу доказывать это надо только священным писанием. Бытие 2.15 И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Идемском, чтобы возделать его и хранить его. Когда Господь за согрешение изгнал первую щиту израильской обители, то роль охраны пала на меч Херувима. Бытие 3.24 Изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Идемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Сторожам нужно платить по совести, ибо они много больше сохраняют, чем без них потерялось бы. Когда Давид прятался в горах от Саула, то охранял попутно из сада, живущая там навала, которая отказала Давиду в дарах с праздничной трапезы. 1 Сарс 25.21 И Давид сказал, да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Давид убегал в это время, ему смертельная опасность была, и есть было нечего. А у того была стрижка овец, гуляли, пили, слух послал к нему Давид, чтобы что-то дали. Он ничего не дал, обругал их и выгнал. Много вас тут, которые убежали от своих хозяев-то. И наутро ему жена сказала, этому навалу, он был очень злой-то, что шел Давид сюда с отрядом, чтобы уничтожить его. Но я, говорит, перехватила его и вывезла ему там все, что нужно было, и смягчило его сердце. И на него ужас напал, его паралич хватил, и он умер. А он эту жену забрал к себе в жены. Бог охраняет местность иногда ради далекого предка. Ради нашей бабушки, ради нашей матери Бог нас здесь хранит, быть может. Мы уже узнали точно, что на нас готовилось нападение. Двое утонули, и один разбился. Почему? Только потому, что у нас на небе ходатай нашего духа, родные. Ну, я называю, кто утонул, кто разбился. А узнали этот? Потом люди сказали, что они пытались вот то и то с вами сделать. Четвертый царь, 1934. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. А Давид уже умер. Вот как важно иметь хороших друзей, родственников, знакомых, которые праведно жили. Нужно охранять дом Божий. Это я говорю жителям Потерябьки. Я уже сколько раз говорил батюшке, ну почему риза оставляют в храме? Они такие большие деньги стоят. Окна открытые, пленочки только задернутые. Сколько бы ни говорил, никто меня не поддержал. А от меня батюшка просто отмахивается уже столько раз. Особенно, когда он уезжает надолго, и так все и остается. Что каждый раз носить? Да чего ж тут носить-то? За один раз унесут все к старости. Книги там разные, дорогие, служебные. Ведь ты без этих книг и службу единую не справишь. Скажете, что вам никто не говорил, а это будет уже неправда. Сейчас вы слышите? Я всем говорю, вы не правы, что дом Божий нужно охранять. Первое, Параллельпоминон, 23.32. И чтобы охранялись кинью откровения и святилища, и сынов Аароновых, братьев своих, и в прислужбах Дому Господню. В двенадцати воротах стояли вооруженные, день и ночь охраняли, а не только на Бога полагались. В Донском монастыре, где мощи патриарха Тихона, ушли монахи. Кто-то что-то бросил в храм или, как всегда, загорелось от непотушенных лампад или свечей, и сгорело столько всего. Конечно, если Бог не поможет, то и охрана проспит. Вот я скажу слово и сразу показываю, а где это известно? Псалом 126, первый стих. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует стража. Вот жар, где там загорелось в Канаде, главный храм у митрополита Виталия полностью сгорел, совсем что было. Даже языческие клубы нужно охранять. Вот в Корчино обокрали сельсовет, машину угоняют. Это послание Еремии 11, 17, 56, 58. И как у нанесшего оскорбления царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на смерть, так капища их охраняют жрецы их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками. Ни от воров, ни от грабителей не могут охранить самих себя эти боги. Деревянное и оправленное в серебро и золото. Поэтому лучший царь, выказывающий мужество, или полезный в доме сосуд, который употребляет хозяин, нежели ложные боги. Или лучшая дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги. Или лучший деревянный столб в царском дворце, нежели ложные боги. Это говорится об идолах. Но у нас к иконам-то относятся как к идолам. У меня иконы здесь, они охраняют. А икон-то сколько воруют? По всей стране, как эпидемия какая. Отчего нужно охраняться? У Бога другая шкала измерения. Достаточно сказать или даже про себя злиться, и ты уже убийца. 1 Иоанна 3.15 Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Псалом 49.18 Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Охраняться нужно от зла и от дьявола. 1 Паралепоменон 4.10 И возвал Яавис к Богу Израилю и сказал, ой, если бы ты благословил меня, твоим благословением распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, и охраняй меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил. То есть просить можно и от охраны. То есть от воров спасла охрана. От путей притеснителя охраняй свою душу. Путей притеснителя. В делах человеческих послов, в уст своих. Я охранял себя от путей притеснителя. Псалом 16.4 Я говорю одно предложение. И сразу же место Писания. То есть люди пришли не ко мне, они пришли к Богу. Я должен их научить слушать Бога. Развивай свой разум. Нужно много читать. Надо с мудрыми людьми встречаться. 1 Коринфянам 8.2 Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Тот только одно может хорошо знать, что ничего не знает и будет мудрым. Будешь знать с кем знаться, кого к себе в дом везти. Притча 2.11 Тогда рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя. Если разума нет, то кто тебя будет охранять? Притча 4.6 Не оставляй ее мудрости, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Умный знает, как выйти из беды, а мудрый знает, как в нее не попасть. В яму там или куда. Притча 7.5 Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. У русских еще как-то, а у горских народов тебя просто зарежут сразу же за жену чужого. Там бы ты не хорохорился, это я говорю, потому что там была такая беда у нас. Притча 14.3 В устах глупого бич гордости. Уста же мудрых охраняют их. Вот охранник какой. Уста мудрые. Лучше промолчать, иначе из-за этого придется отвечать. Поясняю, советники разные, и потому охраняйся от лукавых советников. Об этом говорит Серахов 37.8 От советника охраняй душу твою, и наперед узнай, что ему нужно. Ибо, может быть, он будет советовать для самого себя. Если человек все знает, то с ним неинтересно встречаться. Когда встретился с таким, он почти ничего и не знает, но воображает себя столь мудрым, что и сказать нечего ему. Господь охраняет через ангела. Псалом 90, 11 стих. Ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Это Бог заповедает, ангелом заповедает. Исайя 46.4 И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, и создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас. Это наш Господь нам такие слова говорит. Мы должны охранять себя от дьявола, приглашая на помощь Господа. Лука 11, 21. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения. Серахов 34, 16. Очи Господа на любящих его. Он могущественная защита и крепкая опора. Покров от зноя и покров от полуденного жара. Хранение, охранение от преткновения и защита от падения. Иногда охраняют и могилы, потому что раскапывают их. Матфея 27.65 Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете, то есть могилу. Ну и о том, что нужны замки. Конечно, от преступника еще там разве ухранишься от него. Послание Иеремии, 17 стих. И как у нанесшего оскорбления царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на смерть, так капище их охраняют жрецы их дверями и замками и засовами. Сирахов, 42.6. При худой жене хорошо имеет печать. И где много рук, там запирай. Это открытые окна, двери, это все беспечность. Который раз вот захожу я к матушке, покричу, никого нет нигде. По комнатам походишь, а у старостой двери все настишь. Батюшка посмеялся, а там нечего тащить. Нет, там есть что тащить, и много можно захватить. Это искушение от вас исходит. Повторяю, наклюкает вас сатана по затылку. Надеется на собаку, а она от комаров в конуру залезла, и был бы крючок, давно бы заперлась от таких неумных хозяев-то. Столько у матушки посторонних посетителей, и с разъезда отовсюду. Это ползет уже и не по деревне. Начали теряться алюминиевые вещи. Баллоны с газом, канистры с бензином. Но это будет умножаться против вас. Охрана нужна и на ночь. Воры будут до второго пришествия Христова. Исход 22.1.4 Если кто украдет вала или овсу, и заколет, или продаст, то пять валов заплатят за вала. И четыре овсы за овсу. И спрашивают, а почему там в пятикратном размере, а тут в четырехкратном. Слава Иисусу Христу! Не знаю, так Бог сказал, не надо спрашивать даже. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. То есть кто убил, отвечать будет. Укравший должен заплатить. А если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если он пойман будет, и украденное найдется у него в руках живым, вол, литой или осел, или овса, пусть заплатит за них вдвое. Вот какой закон был. Да как продадут, заплатят. А сейчас так же делают. Продают его власти. И он человек не власти над собой. Его арестовали, продали в лагерь. Он там работает. А этому деньги отчисляют. Это глава «Инструкция против воров». Сейчас книжное издательство выпустило книжечку о том, как охранять свой дом и себя от воров. Когда дома один ребенок, как крещать. Все обдумано. Майор милиции дает интервью, что кто бы ни пришел, он общается только через дверь. Да еще две цепочки и глазок. А тут простодыри, все нараспашку. Да и конечно в лоб получите рано или поздно. У меня порядок такой. Если солнце село, то и не приходи ко мне. Уже знай, что не отворю. Днем дела делаются, а не ночью. И приучил. Теперь никто и не приходит ночью. Ты от меня пойдешь, а тебя ограбят. Зачем тебе это? А если такое случится, так меня добром помянешь. Он мне запрещал, а я шел и постигла беда. У меня такой был. Его захватили. А он шел. Я говорю, ты, Алеша, она ночью у меня. Да нет, там жена будет беспокоиться. И шел, его захватили. И чуть не убили. Он плакал. Ребятишки просил себя. Отпустили его там, набили и все. Второй закон 24.7. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых-то, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. И так истреби зло из среды себя. А такого-то сколько угодно воруют. Вот, чеченцы приезжают. Это они достойны смерти, которые воруют. Вот мамлюки. Это фильм такой есть у грузин. Воровали детей и продавали их. Они все достойны смерти. Таких же не убили. На суде Божьем получат. Ворованные никогда не покупай. С ворами не знайся. Притча Соломона 6.30. Не спускает вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Ну и считаем, в 49-м псалме видишь вора, сходишься с ним. В Тунисе, в Саудовской Аравии вору отрубают кисть руки. Притча 29.24. Кто обкрадывает отца своего и мать своей, говорит, это не грех, тот сообщий грабителем. То есть из дома тащит за наркотики. Вору никогда ничего не давай. Большая беда, когда начальство ворует. Это наша страна. Как пишет Расул Гамзатов, гора на горе, а вор на воре. Иеремия. 2.26. Как вор, когда поймает его, бывает осрамлен. Так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их. То есть каждый у кого-то что-то ворует. Слова друг у друга воруют. Другие, какие-то литературные труды. Вора сажают, им свобода не нужна, они неправильно ей пользуются. Но хуже вора, беспечность. От вора хотя стены остаются, а от огня и стен не остаются. Иеремия. 49.9. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. Если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. Я говорю, а у матушки даже гнилой осиновый столб загорелся. Золу ссыпают, где попало. Правила противопожарной безопасности здесь не признаются. Пожара здесь совсем не боятся. А воров и подавно. Не играй с огнем. Муравейники жгут в лесу и дома пылает. Огненная деревня. Это я им говорю. Не играй с огнем. Вот перевести на немецкий язык, это нельзя сказать. Не играй с огнем. Что это означает? У них по-немецки переводится так. Не рисуй чертиков на стене. То есть рано или поздно они у тебя в комнате появятся. И здесь не играй с огнем. То есть с опасным делом. Осия 7.1 Когда я вращивал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии. Ибо они поступают лживо. И входит вор, и разбойник грабят по улицам. Иоанна 10.10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. И имели с избытком. От воров не только нужно охраняться, но самому не стать вором ни в чем. Зря не тратить время. Не тратить время по-зряшному. И ворам, царствие Божие, не видать. Серахов 20.25 Лучший вор, нежели постоянно говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель. Притча 14.3 В уста глупого бич гордости. Уста же мудрых охраняет их. Притча Соломона, 20 глава, 22 стих. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Это у нас занятие, я веду, об охране. Какая охрана? Вещи, дом, храм охранять надо. И себя охранять от грехов. Я дальше поясняю. Когда я занимался выпуском записей на магнитных пленках, тогда были катушечные магнитофоны. И мне нужно было много пленок. Собрал денег, в Москве закупили, и идут ящики. Прошли все сроки, и нет ничего. Пришел я к тете Тоне Баклановой, Антонина Георгиевна. Это подруга моя была такая здесь. Она 10 дней не дождалась, когда я освободился из лагеря. Ей 75 лет было. И говорю об этом. А она, да никакой нужды. Мы сейчас помолимся Иоанну, воину. То есть она была единственная на моем суде, которая на вопрос судей, кто все пленки Лапкина прослушал. Никто. Она одна. Она труженица была. Я ее не мог застать спящей никогда. Она в другом доме жила. Приду, она обязательно или свечи льет, или лестовки делает. Вот эти четкие вяжет в доме. Она была подпольщиками, эти ИПХ, истинно православные христиане, тихоновцы. Вот. Мы сейчас помолимся Иоанну, воину. Помолилась и пошла домой. Прошло немного времени. В этот день посыльность вокзала получили ящики свои. Но у нас нужно больше не украденное, а потерянное искать. Особенно время теряем. Как вода через сито уходит. Воровство, доверие. А обманул несколько раз, и о таком необходимо предупредить других. 3 Иоанна, 10 стих. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И недовольствие с тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Охраняет чужую жизнь. Ямы разные, колодцы. Можно с каким-то замочком даже сделать. Ребятишки любопытные, и могут нырнуть в такую нору. У нас был колодец, и когда нападала самая эпидемстанция в 1999 году, мы сделали на сруб, надевается, как крышка железная, сварил брат Павел. И на замок. Мы боялись, что они что-нибудь нам впрыснут в колодец. Такое злодейство было. 15 комиссий за 2,5 месяца. Комиссий, краевых. На лагерь так выстоял. А сейчас Роспотребнадзор нападает хуже коммуниста. Пришлось лагерь закрыть через 45 лет его существования. Ни больных не было, никого нет. Ну, сатана. Исход 21-28. Если волк забодает мужчину или женщину до смерти, то волк побить камнями, и мясо его не есть. А хозяина волк не виноват. Но если волк бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен осем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то волк побить камнями, и хозяина его предать смерти. Какие были справедливые законы все же. Охраняются права на изобретение, лицензии. Государственные законы помогают в этом. Памятники старины, границы охраняют, святы с частной собственностью. Отец, охраняй девство своей дочери. У нас в России погибает до 60% собранного уже урожая, уже привезенного. Должны охранять от повреждения истины нашей веры. И наш устав общины и деревни охранять нужно. Охрана снимается только в вечности. Ворота там не запираются. Вот как будет. И молиться там уже, избавя от лукавого, не будут. Почему? А лукавый уже брошен в озеро Огненное. Хлеб насущный на сей день просить не будут, потому что хлеб будет только духовный. То есть молитва потеряет весь смысл. А что такое вера? Почему вера кончится? Осуществление ожидаемого, уверенности невидимого. Осуществиться и надеяться не на что. Надеяться, когда чего-то нет, я опираюсь на какие-то предыдущие факты, данные. Ну, могу опереться на кого-то. И надеемся. А там не надо надеяться, и будет одна любовь. Откровение 21.25. Ворота его, царство небесное, не будут запираться днем, а ночи там не будет. Вот эта тема закончилась. Я сейчас отключу, кто есть, а потом, кто слушает, еще подключитесь. А потом... А потом...